Великолепная техника и потрясающий артистизм, высочайшая культура исполнения. Так о балетной труппе приморской сцены Мариинского театра отзываются сегодня критики Харбина и Санкт-Петербурга. Первые международные гастроли в Китае проходили в рамках фестиваля Мариинский, а сразу после артисты отправились в Северную столицу, где с 15 по 20 августа на исторической сцене театра давали спектакли при аншлагах и получили восторженные отзывы зрителей и высокую оценку специалистов. Подробнее о гастролях, о ближайших планах и о том, почему труппу приморской сцены Мариинского театра называют уникальной, узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить», меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Эльдар Алиев, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра. Здравствуйте. Добрый день. И ведущие солисты Приморской сцены Мариинского театра Ирина Сапожникова и Сергей Уманец. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, Сергей, вы приняли участие в торжественной церемонии открытия второго китайско-российского фестиваля культуры и искусства. Это проходило в рамках фестиваля Мариинский. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Да, мы месяц назад побывали в Китае. Приехали на пять дней. На пять дней, да? Да, раньше. Свои труппы, да. И танцевали на фестивале под балетом «Лебединое озеро». Очень ответственно было, потому что мы, грубо говоря, первые с нашего театра присутствовали там и показывали то, хотя бы какую-то часть, то, чего мы можем сделать. Ирина, ваши впечатления? Да, концерт был грандиозный. Очень большое количество артистов из Китая и из нашей страны присутствовали на этом концерте. Он транслировался по главному каналу китайскому. И это огромная честь, конечно же, что мы там принимали участие. И публика, на мой взгляд, просто прекрасно принимала всех. И очень здорово, что вообще такой концерт состоялся. То есть впечатления самые положительные. Действительно состоялись первые международные гастроли Эльдара. Мне очень хочется услышать ваше мнение о работе артистов в Китае. Ну, прежде всего, когда нас попросили представить театр ведущей пары, сомнений не было. Это будут Ирина и Сергей. Еще более ответственно было предшествие гастролей театра. Предшествие гастролей театра состоялось открытие этого фестиваля. Поэтому то, как показали бы себя наши солисты, во многом зависело бы то ожидание, с которым бы публика пришла на наши спектакли. На спектакли трупа, которые были запланированы тремя-четремя днями позже. Но я хотел бы начать с того, что само здание театра, само архитектурное сооружение – это своего рода шедевр. И, знаете, выступать на таких площадках – это вдвойне ответственно. Театр уникальный, сцена потрясающая. Само сооружение просто сделано гениально. Поэтому, когда я увидел этот театр, я понял, что здесь нужно блеснуть и соответствовать самому театру. Оно так, в общем-то, устроено, оно так работает. Поэтому приехала труппа. Труппа приехала с двумя спектаклями «Корсара». Этот спектакль идет только на нашей сцене. Я имею в виду в России. Поэтому представляли мы его в Китае впервые. Это вообще были первые наши зарубежные гастроли. Гастроли были непростые. Гастроли были непростые по нескольким причинам. Но прежде всего представитель, то есть китайская сторона, не имеют довольно богатого опыта представлять балетные коллективы. И тут выстраивалась цепочка сложностей, которая преображалась в такой, знаете, толстый канат. А как это? А как здесь? А как здесь? Ну, в общем, я должен сказать, что для труппа это был экзамен. И мне важно было посмотреть, как труппа пройдет этот экзамен. Это первый тур. И он был непростой. Труппа прошла его с блеском. Я очень доволен тем, как прошли эти гастроли. И я больше, наверное, задумывался о тех гастролях, которые нам предстояли. Предстояли нам гастроли в Петербурге на сцене Мариинского театра, на исторической сцене Мариинского театра. Поэтому это была такая проверочная работа. При том, при всем, что гастроли представили с другим репертуаром. Не с тем репертуаром, который мы возили в Китай, а совершенно с другим. То есть, в период подготовки китайских гастролей мы имели довольно ограниченное время репетировать репертуар гастрольный питерский. По приезду мы прилетели 12 числа. 11 числа мы прилетели из Харбинов во Владивосток. 12 числа у нас уже был спектакль с китайской парой. Здесь мы давали «Жизель». 13-го мы сели в самолет. 13-го же мы прилетели. 14-го у нас была единственная рептиция на сцене Мариинском театре. И 15-го мы открылись. Это был сложный график. Без остановок совершенно. Без остановок. Но, знаете, для труппы такой, как Мариинский театр, то есть основная стена Мариинского театра, это, наверное, обычный график. Мы так работали всю жизнь. Но мне было важно посмотреть, как, в общем-то, труппы на это реагируют. Как она собирается или, наоборот, разваливается. Как это был довольно серьезный риск. Ну и потом, я так думаю, для нас, для города Владивостока, это тоже было историческое событие. Выступление нашей труппы на исторической сцене. Правда? Тоже интересны очень ваши впечатления. Ну, знаете, вот, говоря про питерские гастроли, вот сказать, что я волновалась, это, наверное, ничего не сказать. Для меня, как для балерины, вообще станцевать на этой сцене, это, ну, не просто большая честь, это страшное волнение. Это и праздник одновременно, конечно. И, ну, очень было волнительно, но в то же время, от того, что ты понимаешь, на какой сцене ты танцуешь, кто танцевал там до тебя, кто сейчас там танцует. Вот еще такие спектакли серьезные. Ну, то есть, это большая удача для меня, как для балерины, станцевать на сцене. А я был дома. А, вот так. Да, и у меня было время, когда я работал, ну, в Мариинском театре. Вот, и получилось так, что я хоть ненадолго вернулся туда. И для меня это было не то, чтобы волнительно, а, наверное, каким-то вторым шансом для того, чтобы забыть все, что было давно тогда, и показать истинного меня сейчас. Спасибо, Эльдар. Знаете, мне было... Вот, видите, каждый переживал свое. Я шел в театр в Мариинске на репетицию с труппой. Думал о своем, там, о чем-то я уж не помню. Я автоматически вошел в этот театр, я автоматически поднялся на тот этаж, на который я ходил, там, 15 лет до 91-го года. То есть, я пришел к себе в театр, я пришел на работу, так как я ходил на протяжении 15 лет в этот театр, там, где я работал. И, знаете, такого чувства волнения или чувства не было. Вот, поверьте, не было, и все. Мне интересно было наблюдать за ребятами, которые испытывали то, что я испытывал, когда пришел в этот театр в 79-м году. И мне было интересно и с какой-то стороны даже трогательно смотреть, как они фотографируются на фоне зала, как они... Вот те ощущения, они были очень-очень-очень мне знакомы. И вот то, как они пытались, ребята, собраться, то, как они относились к этим репетициям, то, как они относились к самому спектаклю, и то, как они смотрели на тех, кто приходил смотреть наши спектакли, Ленина Санна Колпакова, Любовь Кунакова, Терехова и вот эти вот легенды русского балета, российского балета, которые приходили за кулисы и просто по-человечески делали замечания, рекомендовали, даже работали с нашими исполнителями. Это было очень приятно, это была замечательная атмосфера, это был дом, это был Питер, это была та сцена, которая, танцуя на которой, ты понимаешь, для чего ты... Это делаешь. ...чему ты служишь и для чего ты это делаешь. Ну, в общем, вот так. Хочется даже процитировать. Оценки критиков были высочайшие, как вы уже сказали, Эльдар, и это наши самые известные критики. И, например, Ольга Грызунова сказала, что рождение во Владивостоке в кратчайший срок достойного продолжателя балетных традиций Мариинского театра. Я так понимаю, что для вас это все-таки высочайшая оценка, безусловно. И, наверное, сверхзадача, как говорят у артистов, она была достигнута на этих гастролях. То, что вы ставили перед собой, вы к этому пришли все-таки. Ну, ставили мы перед собой одну цель, одну задачу – показать себя в самом лучшем свете, показать себя в самом лучшем виде и показать то, чего мы умеем, что мы умеем, к чему мы до сегодняшнего дня пришли. Действительно, трупа очень молодая. Знаете, что было интересно? Что Грызунова приглашалась на спектакль во Владивосток на мою первую работу с этой труппой в декабре 2014 года. Она смотрела «Щелкунчик». И, разговаривая с ней сейчас, я понимал, какой скачок сделала труппу за эти два года. И это было… Я даже, в общем-то, и не осознавал. И мы смотрели… Я смотрел на эти спектакли и смотрел рядом с питерскими профессионалами. И, знаете, стыдно не было. Но стыдно не было этой скромности, я говорю. Я испытывал очень большую гордость за ту работу, которая была осуществлена всеми нами. Начиная от наших репетиторов и кончая нашими пианистами. Я уже не беру наших артистов, на которых все, в общем-то, и стоит и держится. Поэтому перспективы обещающие. А интересно также услышать, как публика петербургская принимала. Ну, аншлаги мы озвучили, что все прошло… Это была неделя, я повторюсь, да, это были аншлаги. Ваши ощущения от зала интересны. Вау! Ну вот, если честно, то… Первый спектакль… Я была в таком состоянии, я очень волновалась, я не могу… Вот именно первый день, 15 августа, я вот не почувствовала еще, вот, знаете, ощущение какого-то контакта с публикой. Ну вот, честное слово, начиная с 16-го числа и до 20-го, каждый раз, когда вот занавес закрывался, у них есть традиция, да, то есть за занавесом кланятся артисты, и у меня было ощущение, нереальное ощущение, которое я никогда не испытывала ни на одной сцене, где бы я ни танцевала, вот какой-то эйфории, или, знаете, на меня что-то такое, ну, совершенно фантастическое, как будто спускалось откуда-то сверху, то есть только какие-то, вот даже слезы на глазах у меня наворачивались от такого счастья, ощущения счастья, вот, наверное, наверное, оно вот так у меня сейчас будет ассоциироваться с счастьем. Я… Кстати, вот эти гастроли, которые прошли впервые, станут ежегодными, это решение художественного руководителя театра, Валерия Бесиловича Георгиева, так что с отчетами со своими мы будем приезжать в Петербург ежегодно, но и даже по несколько раз в год. Вот сейчас планируется следующая гастроли, которая состоится в декабре. Вот в декабре мы уже везем туда другой репертуар, мы везем туда Корсар, и остальные спектакли, которые там будут представлены, также уточняются, поэтому, в общем, Мариинский, он и есть Мариинский, что в Владивостоке, что в Петербурге, поэтому, как и стоит задача перед нами, как перед нами и ставится задача, не разделять театр Владивостока от театра Петербурга. То есть это одна труппа, это один театр, ну, в общем, думаю, что это реально. Действительно, это удается, и впереди все самое лучшее, интересное, безусловно. Это не может не радовать нас, я думаю, что, безусловно, артистов театра. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. У нас тоже ожидаются гастроли. Это будет балет Ляунинг. Китайская труппа к нам приезжает. Расскажите об этом. Я знаю, что они привозят очень интересный, необычный спектакль. Ну, изначально в задачи театра входило объединение различных труп региона именно здесь, во Владивостоке. То есть, чтобы приморская сцена Мариинского театра была бы таким своеобразным очагом культурным. И мы уже привозили сюда всех стоящих, и давайте, скажем так, артистов, которые себя зарекомендовали на международной балетной сцене. Мы привозили артистов из Китая, из Кореи, из Японии. Первый опыт приглашения труппы, балетной труппы, состоялся во время проведения Второго Мариинского фестиваля здесь, вот этим летом. И мы представляли труппу китайского национального балета из Пекина. Китайский национальный балет – это старейшая в Пекине труппа, которая имеет русские корни, и вообще китайский балет имеет русские корни. Основоположником классического балета в Китае был Петр Андреевич Гусев из Петербурга. Это выдающийся деятель. И эти гастроли, которые мы предложили нашей публике в дни проведения фестиваля, прошли с большим успехом. Сейчас мы пригласили труппу Леонинского балета со спектаклем «Восемь женщин», который пройдет три раза 26, 27 и 28 октября на нашей сцене, а 29 октября эта труппа представит галоконцерт. Эту труппу я знаю давно, я с ней много работал. И что интересно, что я хочу сказать о том спектакле, который они привозят, что в наши планы не входило привести именно этот спектакль. У них есть замечательный спектакль «Последний император», который сделал итальянский хореограф. И спектакль, действительно, сама тема очень интересная, сама тема оказалась очень балетная, очень красочная и по-европейски сделан спектакль. И, в общем, я ехал туда на переговоры именно с целью привести этот спектакль. И в период наших переговоров у них была премьера нового балета. И спектакль был на китайскую тематику, и назывался он «Восемь женщин». И вот китайская сторона мне все пыталась... Ну вот, а восемь женщин? А давайте мы вам императора привезем в следующем году, а сейчас восемь женщин. Да-да-да, нет, давайте сначала императора, потом... Ну, посмотрите вечером спектакль. Вот мы пришли с женой посмотреть спектакль, посмотрели, закончился первый акт, мы переглянулись, посмотрели друг на друга и кивнули голову и сказали, слушай, а мне нравится, а это здорово, а это действительно было здорово. И мне очень захотелось, чтобы наша публика посмотрела этот спектакль. Мы смотрели этот спектакль как кино, не как балет, а как кино. Это тема близка любому. Это не совсем даже... Я бы не называл это китайской тематикой. Ну да, можно, наверное, называть китайской тематикой, но в каждой стране, в каждом народе есть эта тематика. Это тематика любви, это тема... Это тема жизни. Вот я бы, наверное, провел параллель какой-то вот эти вот темы восьми женщин и вот наши, наверное, Азори здесь тихие или что-то в этом роде. В общем, смотришь как кино. Я хотел бы, чтобы наша публика пришла и посмотрела этот спектакль. Я думаю, что равнодушных не останется. Программа «Гала-концерт» в последний день, четвертый день гастролей, ее с нетерпением ждем мы сами, потому что мы знаем о новых именах китайских хореографов, довольно самобытных, довольно интересных, где европейская культура и европейский язык перекликаются с национальной тематикой, и порой смотришь на их работы и просто приходишь в восторг. Поэтому мы с нетерпением ждем этих гастролей, я всех приглашаю на эти гастроли. Уникальные возможности есть увидеть. Балет как кино, да? Да, это действительно как фильм, оно сценографически сделано, очень интересно. Нашу труппу называют уникальной, как мы сказали в начале программы, и называют, наверное, потому что она у нас интернациональная. И, насколько я понимаю, это ведь исключительно помогает в работе. Ну, как вам сказать? Не всегда, да? Не всегда. Что-то помогает, что-то не помогает, что-то здорово мешает, что-то здорово помогает. Но если вот начинать раскладывать, то, смотрите, русский балет, и особенно петербургский балет, который мы ставим отдельно, вообще позиционируемый отдельно в балетном мире, да, он имеет свою специфику. Это должна быть чистота стиля, это должна быть чистота школы, это должно быть такое прочтение предлагаемого материала, который не свойственен даже какой-либо другой школе российской. И вдруг в твою труппу вливаются иностранцы. Ну, ты знаешь, на что идешь, да? Конечно, от них ожидать вот этого стиля, к которому мы все стремимся, не приходится. То есть ты понимаешь, что ты этого будешь добиваться, ты понимаешь, что ты этого добьешься, потому что по-другому никак, по-другому не будет. Это стоит очень больших усилий и репетиторам, и нам, и исполнителям тоже. Это очень сложный, это очень кропотливый труд. То есть приходится причесывать труппу под один стиль. Это сложно, это трудно. Позитивно? Ну, наверное, позитивно то, что эти люди приезжают сюда учиться. Понимаете, уехать из Лондона и приехать во Владивосток, это дорогого стоит. Дорогого стоит в плане понимания позиции человека, который сюда приезжает. А для чего она приезжает? Ну, понятно, что другой стиль жизни, ну, понятно, что другая жизнь, ну, понятно, что другая культура. Значит, человек приезжает сюда учиться, да? Учиться, значит, он будет впитывать. Кто-то впитывает быстрее, кто-то впитывает сложнее. Знаете, как китайцы, коль мы соседи сейчас, у китайцев есть такой философский подход к ученикам, к отношениям учеников и учителей. Вот ученик и учитель – это два сосуда. Учитель – это полный сосуд, а ученик – это пустой сосуд. И задача учителя состоит в том, чтобы наполнить пустой сосуд. И я так посмотрел, когда мне это рассказали, я говорю, как здорово, ой, какая хорошая философия. Но некоторые сосуды бывают с узким горлышком. И наполнять их сложно. Вот, поэтому некоторые сосуды бывают с узким горлышком. Ну, без сложности, тем более в балете, я не представляю, как вообще это возможно. Это невозможно. Ну, без сложности в любой профессии. В любой профессии. В любой профессии. А болеть осудно, безусловно. Я не могу не спросить и про филиал нашей Академии русского болита имени Агриппины Вагановой. Недавно был набор, насколько мне известно. Расскажите, как обстоят там дела, как она работает сегодня. Ну, набор действительно состоялся. Ну, набрали мы 10 человек всего в первый класс. Это способные дети. Это дети, которым предстоит долгий и сложный путь. Не все из них дойдут, пройдут этот путь. Конечно, будут отсеиваться. Конечно, произойдет естественный отбор. Но мы не пытаемся делать поблажек при приеме, потому что мы понимаем, что за каждым ребенком стоит жизнь. Мы понимаем, что жизнь эту калечить нельзя. И если ребенок не способен, то учить его не нужно, потому что ничего хорошего из этого не получится. Ты неправильно направишь этого ребенка, ты неправильно его будешь ориентировать, а затем в какой-то момент, когда он будет именно на том этапе своей жизни, когда полон надежды, полон всяких оптимистических идей. Ты ему говоришь, что с этим закончено, ты отчислен. Но этого делать нельзя. Поэтому принимать неспособных нельзя. Мы набрали 10 детей, хотя рассчитывали набрать больше. Не скрою. Мы сейчас планируем делать набор детей на следующий год. Наверное, в течение года. Мы будем ходить по школам, мы будем смотреть уроки физкультуры, мы будем смотреть на структуру ребенка, мы будем отбирать именно из тех детей, которые вполне возможно и не планируют идти в балет, которые вполне возможно и не знают, что такое балет. Но вот такой пример сидит перед вами. Я совершенно случайно попал в балет, и вот как сложилась моя жизнь. Поэтому я думаю, что этим путем нужно идти. Этот путь был довольно продуктивный в советское время. И я думаю, что и с того времени нам нужно брать лучшее, что мы можем взять. Я думаю, что вот это вот стоит продолжать именно делать таким образом. У нас остается буквально немного времени. А мы еще не рассказали о ближайших планах Мариинского театра, Приморской сцены, о ближайших спектаклях. Может быть, пригласим зрителей? Ну, давайте пригласим зрителей на каждый наш спектакль. Спектакли в театре идут по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Приходите на любые спектакли. Плохих спектаклей мы не показываем. Мы не показываем те спектакли, за которые было бы стыдно. Любой спектакль – это дело вкуса. О предстоящих планах Сеул. Оперный театр в Сеуле. Четыре спектакля «Лебединого озера», которые состоятся в Сеуле. Кстати, культурный туризм довольно широко развит. Как даже назвать это? Развитый опыт в других странах. Это так, как за спортивными командами ездят их болельщики, также за балетными трупами и оперными трупами, и даже за отдельным исполнителем ездят их поклонники. Так вот, у нас спектакли в Сеуле. У нас четыре спектакли «Лебединого озера», которые пройдут в оперном театре в Сеуле, и которые состоятся 9, 10, 11 и 12 ноября. С нашей труппой примут участие в гастролях Кимин Ким и Терешкина. Это звездная пара Мариинского театра. И два спектакля у нас будут танцевать Ирина и Сергей. Значит, Ирина и Сергей будут танцевать наряду с Терешкиной и Кимин Кимом. Так что публике будет, что с чем сравнить, предстоит серьезная работа и большая ответственность. Относительно наших декабрьских гастролей, это Мариинский театр. Также приглашаем Владивостокскую публику в Петербург поболеть за нас. С 11 по 20 декабря пройдут гастроли в Петербурге, а по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям мы здесь. Так что приходите все, балетом накормим, наполим, и дадим возможность отдохнуть и по-другому даже посмотреть на какие-то вещи. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время, пришли к нам сегодня. Спасибо за этот интересный разговор. Я желаю вам успешных гастролей. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом.